Миссия Бог усмотрит И в течение этого часа буду с вами я, Байдак Андрей, а также и директор этой миссии, и брат Петр, я хочу приветствовать тебя, брат Петр. Приветствую вас. Будем мы сегодня иметь такое общение, как каждую последнюю субботу месяца. У нас есть такая возможность, мы проводим это общение с вами в эфире. Мы свидетельствуем с разными миссионерами, как Господь, Он развивает эту миссию, как Господь благословляет, свидетельствуем о разных странах, разных проектов, что по всему миру, какую работу Господь совершает через это. И сегодня у нас есть такая хорошая возможность иметь это общение с самым директором миссии, будем мы иметь это общение и пользоваться этой возможностью. А мы тоже более так подробнее поговорим о самой цели вот этой миссии, о такой обширной информации, о истории, как Господь вообще это открыл, как Господь Он это ведет, какими направлениями и что Господь совершает сейчас в этом мире. Потому что цель, цель нашего существа, цель наша, это чтобы мы шли и проповедовали Евангелие всей твари, как Иисус говорит, прежде чем Он оставил эту землю, Он оставил нам такое повеление, чтобы мы шли, проповедовали всей твари, чтобы мы шли и делали учеников, уча соблюдать то, что Господь научил. И так, вот эта цель, эта миссия, эта основная цель, это через разные цели, через разные направления достичь вот эту главную цель, которую Иисус Христос Он оставил. И в другом месте, в Луке, тоже Иисус говорит, что когда вы все это сделаете, говорите, что мы просто рабы ничего не стоящие, сделали то, что нам надо, что должны были сделать. Я говорю своими устами, своими словами. То, что мы делаем, то, что миссия делает, это то, что мы просто должны делать по заповедям и повелениям Иисуса Христа, когда Он оставлял вот эту землю. И сегодня, брат Петр, мы будем эти, такое небольшое общение, я хочу, чтобы ты больше и так подробней об этом всем поделился, о вот этих целях, о вот этих направлениях, о ведении. И до этого я хочу, дорогие друзья, напомнить наш номер телефона и наш веб-сайт. Если в течение нашей передачи, в течение программы будут задаваться какие-то вопросы или просто захотите узнать более информации о вот этой миссии, о этих проектов, о вот этих странах, где мы трудимся, можно позвонить по нашему номеру телефона 503-761-6161. Еще раз повторю, 503-761-6161. А также можно просто зайти на нашу веб-страничку, на наш веб-сайт www.gwprovide.org. www.gwprovide.org. Там можно будет тоже просмотреть видеоролики, фотографии, где мы трудимся, как Господь все это развивает. И, брат Петр, я хочу, чтобы, как вы с нами сегодня в студии, чтобы вы нашим телезрителям чуть-чуть поделились, рассказали о вот этих целях миссии, когда Господь, Он открыл, что надо делать вот этот труд. Какое было такое ваше ведение, направление вот этой миссии? Слава Господу, друзья мои! Я вас хочу поприветствовать всех, кто нас знает, кто не знает. Мы можем познакомиться. Меня Петр зовут и друг наш, Андрей. Мы сегодня находимся в студии. Благодарим Господа, что Он нас избрал, поставил на этот труд, что мы можем благовествовать людям, которые еще не знают Господа. В 2003 году Господь открыл мне это служение, и через несколько лет собралась группа небольших братьев, потом подсоединились еще сестры, и была открыта миссия «Бог смотрит». В 2005 году мы начали работу, уже на протяжении 10 лет трудимся в различных странах мира. открыли мы, потому что Бог побудил сердца наши тому, чтобы нести весь Евангелие. Это была цель открытия этой миссии. И сейчас мы работаем в 20 странах мира, несем весь Евангелие. Как ты задал цель миссии одна – сделать учеников, сделать, чтобы имя Иисуса Христа было прославлено по всей земле. И поэтому мы стараемся исполнить все то, что Слово нам Господь даровал. За протяжение этого времени у нас открылось множество церквей. Есть уже около 70 церквей и групп. Есть центры реабилитации, 15 центров реабилитации взрослых, и два из них женские, один в Портлоне, один в Сакраменто. Остальные находятся, 10 центров реабилитации находятся в Соединенных Штатах Америки, другие за пределами в других странах. И вот недавно, неделю назад, новость такая мы открыли как бы для подростков, потому что многие матери, отцы звонят нам, и мы со стезами их всегда выслушаем, и хотим помочь в этом, потому что мы не брали людей, которых уже достигшие 18 лет, только, то есть достигшие 18 лет, а подростков мы не брали. Но сейчас уже открылась такая возможность, поэтому, если кто услышит нас, вы можете обратиться к нам и иметь эту, значит, возможность направлять детей. Также мы работаем с центрами, как бы детскими домами, имеем уже 4 детских дома, а 6 в строительстве находятся сейчас, эти детские дома в различных странах мира. Также мы имеем 2 миссионерские школы, имеем также медицинские центры, и поэтому мы имеем в нашей миссии как бы 5 направлений. Это строить церкви, открывать реабилитационные центры, открывать детские дома, открывать миссионерские школы, и открывать также медицину. Спасибо, Бра Петр. Я как понял, тоже вот эти 5 направлений, ну, мы тоже знакомы с разными различными миссиями по всему миру, по всем странам. Много людей тоже такие трудятся, но почему именно вот этих 5 вы избрали, вот эти открытия церкви, реабилитационные центры, детские дома, и почему именно вот это направление вы пошли? Направление это все библейское, со Слова Божьего. Прежде всего, Христос пришел спасти погибших, потому он сказал, что я создам церковь живую, что врата ада не одолеет ее. И первая цель, которая открывается, это церковь. От церкви исходят уже все, не может миссия сначала быть, не может другие какие-нибудь организации, потому что церковь, это есть столб и утверждение истинного, от церкви, это, как можно сказать, ствол дерева, от нее все ветви идут. Поэтому мы считаем, что самое первое, это основать церковь. Так Христос учредил, так Христос научил, это библейский принцип. Ну, а следующее, Господь сказал, что я сирот и вдов, и потому я думаю, что каждая церковь это должна делать, она должна открывать, значит, центры, которые сирот, мы должны их кормить, мы должны их учить, мы должны их поднимать. И потому это наша цель. И следующее, почему мы открыли от центра реабилитации, это был 2005 год, еще не было здесь центра реабилитации в Америке, только были в России, и мы встречались с братьями там и видели успех большой, и наше сердце загорелось именно открыть центр реабилитации в Портлане, это самое первое служение, которое у нас было вообще, это даже приезжая в церкви, через несколько месяцев уже было открыто церковь, и открыто было лишь потому, что мы увидели много людей, которых в наркотиках, они нуждаются в помощи. И один человек, он приехал из России, и он очень свидетельствовал о том, что в России там очень хорошо центр реабилитации, и люди помогают, но один дедушка подошел к нему, и даже не к нему, а в церкви, сказал, как бы хорошо, чтобы был здесь центр реабилитации, и моя жена это услышала, и пришла, мне поделилась, говорит, слушай, Петя, ты вот желаешь открыть центр, а дедушка вот так вот молился и просил, говорит, хорошо, чтобы здесь был, в Америке. Поэтому мы начали этот труд, и он, конечно, довольно-таки успешно идет. Статистика такая, за прошедший год, 2014 год, прошло 450 человек во всех центрах реабилитации, было освобождено, можно сказать, из них половина, где-то 200 человек освобождено, и 120 человек вошло в программу. То есть программу какую, стали или миссионерами, или возвратились в нормальной жизни, или начали в миссионерской школе работать. То есть вот такая статистика. Много сотен людей, ну, естественно, тысячи спасенных. И следующее, что мы также делаем, это медицину, мы помогаем людям, тем, которые изранены, избиты, привязывать раны и тому подобное. Ну, и следующая цель, как пятая наша цель, это миссионерская школа. То мы учим миссионеров, чтобы они поднимались и ехали на миссию проповедовать Иоанна. Вот такие у нас пять целей. Слава Богу, да, действительно видно, что через вот эту каждую цель видим, что Иисус, Он делает свою работу, что Евангелие на проповеду. Я думаю, как мы уже поняли, что это самая главная цель, самое главное направление, это через разные способа, чтобы были открыты вот эти, вот эти евангелизации, евангелизации, точка через вот эти разные способа. А какой Вы бы сказали самый, может, такой главный ключ вот этой миссии, самое такое главное понятие или ведение, или чего они, типа, придерживаются, чтобы вот эта миссия существовала, на чем Вы это базируете все? Вообще, базируем, самое первое, то я скажу, даже для телезрителя, это очень важно, единство. Вот, к нам пришли молодые братья, сестры, которые имеют одну цель – проповедовать Евангелие. Нету никаких там, вот, других целей, а проповедовать Евангелие, потому у нас есть единство, и у нас есть поддержка, и мы таким путем двигаемся. И почему у нас миссия развивается очень сильно, мощно, и вот я посмотрел, что за последних три года мы каждый год меняем структуру, потому что мы не рассчитываем на то, как она будет работать. Каждый год меняем, меняем, и в этот год будем менять тоже структуру, очень глобально будем менять, потому что мы открыли также ассоциацию, это, то есть, как бы, братство, называют здесь, американцы называют, ну, ассоциация, то есть, ассоциация будет вставать во главе, и я думаю, что вскоре придется мне уже передвигаться на ассоциацию, а здесь уже благословлять других братьев, чтобы управляли миссией, и то же самое в церкви нашей, где я являюсь пастором, я думаю, что скоро вот там мы благословим молодого брата, который будет вести это дело, и таким образом мы развиваемся в этом. Вот за последний год, вот, вот, несколько даже год, вот, в Америке мы открыли восемь церквей, поставили туда молодых пастырей, служителей, и таким образом, вот, дело Божье растет, умножается. Мы очень рады, что церковь открывается, вот, вот, недавно открыли церковь в Бозе, и там очень мощно, Бог благословляет, и такую речь один пастор сказал, как хорошо, когда открывается церковь, мы всегда радуемся, когда открывается русский магазин, говорит, вы рады, когда русский магазин открывается? Все говорят, да, рады, вот, но, говорит, вот, как бы прекрасно, чтобы все радовались, что открывается церковь, что люди будут спасаться, люди будут идти в Царство Божие, потому что это наша цель. И задается вопрос, вы говорите, что по Америке уже восемь церквей открыто, я думаю, тоже, не только у меня такой вопрос, что в разных городах, где открываете, где открывает миссию вот эту церковь, какая именно главная цель, чтобы там была церковь, если там уже есть, например, существует уже какая-то другая славянская церковь, какая цель, чтобы еще одна там существовала, вы можете рассказать? Это очень хороший вопрос, и он очень болезненный, конечно, и многие говорят, зачем открывать церковь, если там есть церковь, ну, что это церковное, можно сказать, специфическое назначение, вот, люди, которые попали в наркотики, они не могут сразу влиться, как бы, в церковь, в которой люди уже с детства верующие, поэтому мы имели эту проблему, вот, 10 лет назад, то есть, человек, который пришел из центра реабилитации, он не может влиться в служение, в крайнем случае, место ему будет только, лишь до середины, ну, один раз, он засвидетельствует, и тому все, но мы делаем, открываем сначала центр реабилитации, не церковь, а сразу центр реабилитации открываем, и начинаем работать с неверующими людьми, у нас нету национальности, как бы, вот, нас нету, там, демноминации какой-то есть, мы всех принимаем, и таким образом создается такая теплая, прекрасная атмосфера, начинаются там молитвы, и после того приезжают братья, мы ставим также миссию, где будут рассказывать о миссии, какие у нас есть стратегические, вот, значит, дела, идти проповедовать Евангелие, и следующее, мы подготавливаем служителей, не только, вот, допустим, вот, часто говорят, выезд центра, только человек поднялся, и он уже в служении, нет, это совершенно не так, у нас проходит человек в центр, потом проходит в миссионерскую школу, потом едет он на миссию, на страны третьего мира, и после того, он уже через 2-3 года, когда он здравый человек, может вести церковь, мы его благословляем на пастырское служение, и таким образом открывается церковь, то есть открывается центр реабилитации, открывается миссия, и открывается церковь, и таким образом здесь в основном молодые люди подключаются под это, и церковь начинает расти, ну, конечно, они более на английский и русский, и так же, как молодежь у нас в основном это дело ведет, поэтому вот так. Там разные национальности тогда приходят в церковь? Разные национальности, и в основном наполовину, ну, и английский, и американцы приходят, и мексиканцы, и индейцы, у нас в церкви тоже различные национальности, потому что молодые, они более способны принять людей, которых вот такая. Слава Богу, да, и, конечно, видно за вот эти протяжении десяти лет, когда миссия работает, что мы видим, что развивается, развивается, и видно, видно действительно, что Бог действует. И вы тоже подметили, что у вас постоянно меняется, как бы каждые три года вот эта методика или стратегия меняется. Можете чуть-чуть рассказать тоже, как оно началось, потому что я не думаю, вы прямо начали уже там с 20 стран, 5 направлений, а как это все произошло, ну, со временем, как это все развивалось, чтобы до нынешнего времени дойти до такого? Да, мы сначала открыли центр реабилитации в Портлоне, 2005 год, это первое наше служение, потом мы открыли церковь через два месяца, и потом Бог нас направил в Индию, это был первый проект в Индии. И когда Бог начал больше и больше открывать двери, и мы просто не начали справляться, и потом мы распределили братьев по континентам, потом начали в другие страны ездить, начали братьям давать страны, чтобы они были ответственны за эти страны. И таким образом мы, можно сказать, вот землю разделена на пять частей, и цель наша, чтобы везде, во всех 195 стран, мы там проповедовалось Евангелие. Насколько мы сможем успеть, это один Господь знает, ему известно, но наше желание, сердце, чтобы было так вот. Хорошо. И потому мы так вот начали развиваться, развиваться, и таким образом расширилось это служение на сегодняшний день очень сильно. А будущие планы, как продолжать вот это действовать, как ваши планы? Дело в том, что мы в этот год делаем полностью переористрацию, потому что в 2013 году мы открыли ассоциацию, но она не так уже сильно работала, и сейчас мы делаем ассоциацию, ставим его все во главе этой миссии, и как церковь, как миссия, как центры, вот эта вся система, она будет как бы подчинена ассоциации. Почему мы это делаем? Потому что часто мы в нашей церкви решаем все вопросы, и церковные, и ассоциации, и центры, и как бы, когда оно росло, оно было нормально, но когда оно уже выросло, уже интересы церкви, интересы миссии, они уже, можно сказать, как одни, но оно много от всего, и потому мы хотим вот так распределить, и такие у нас планы, чтобы это все, значит, было благословено для Господа, чтобы было везде устройство и благословение. Почему там есть целый, значит, чем будет ассоциация заниматься, она будет там благословлять на служение служителей, евангелистов, она будет ездить на первые места, когда Бог посылает нас в другие страны, мы будем ездить туда, и там, значит, открывать. А уже идет за ними миссия потом, она строит там детские дома, она регистрирует миссии, потом за ней идет миссионерская школа, она несет уже с собой миссионеров, вот, а следующий этап это идет уже медицинские пункты, то есть идет все устроено будет. Хорошо, да. И, конечно, слушая вот эти всякие планы, все вот эти страны, мне кажется, что это не очень такой легкий труд для человека, я думаю, конечно, и физически, я думаю, и духовно, и финансово, и все, но где вы это, или какое приходит, или какая мотивация, или какой-то толчок, или где силу брать такого, чтобы идти вот это и нести вот такое служение, потому что, я думаю, в нынешнем веке, где очень многие молодых людей, очень много людей, они стремятся за какими-то другими целями, можете чуть-чуть об этом прокомментировать? Видишь, мотивация, все секреты в том, что, как я, как и другие братья, служители, мы учим наших миссионеров, чтобы они проводили многочасовые молитвы в общении с Господом. И поэтому это самое я делаю, мне построили молитвенную комнату у братьев, когда-то я был на миссионерские поездки, они сделали такие подарки, вот, я очень благодарю их Богу благословить, и там висит карта, вот, там есть фотографии всех миссионеров, вот, я разложу их, молюсь за них, там члены церкви, там вся система, ты знаешь, Андрей, ты не раз был там, и поэтому, вот, вот, мотивация то, и самые главные кнопки, что Господь очень нас благословляет, я, как сказал, это единство, а второе, это молитвенная жизнь христианина, это раз, и второе, глубокое искание Бога, оно ведет нас дальше, потому что если мы будем незрелыми христианами, мы не сможем ничего сделать, потому, вот, вот так. И вы говорите, если мы будем незрелыми христианами, а можете прокомментировать, что вы имеете в виду, где вы представляете, где зрелость христианина, а где нету зрелости? Вот я сейчас немножко тогда скажу это слово, я прочитаю, друзья, деяния святых апостолов, это будет 1 глава, 8 стих, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и вы будете свидетелем Иерусалима во всей Идеи, Самары, и даже до края земли». Вот почему Иисус Христос, прежде как Он уходил к Отцу Небесному, Он сказал, что вы примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой. Это есть большая разница, иметь силу Божью, а иметь силу человеческую. Почему? Потому что наша сила, она ограничена, она совершенно ничтожная, она очень маленькая, она не имеет никакого, можно сказать, основания, но сила Божья – это очень велика. К примеру, я вспоминаю, когда апостол Петр ловил рыбу, он пошел целую ночь, и он ничего не поймал. Вот представь, Андрей, молиться, ловить рыбу, тягать эти сети – это очень тяжелый труд. Мы просто не знаем, какой это, это просто ужасно тяжелый труд. Оказывается, Петру не надо было это делать. Ему нужно было просто лечь и спать. А утром прийти, и Иисус сказал бы, Петр, закинь сети по правую сторону. Они пришли, там было две лодки, да? Они были все пустые, потому что они трудились. Но Христос сказал, сделай это, Петр. Он говорит, по твоему слову закинь. Я трудился всю ночь. Я не поймал ничего, я пустой пришел. И вдруг Петро слушается Иисуса, он закидает сети, он поймает, насколько, что две лодки были полные, начинали тонуть. Вот эта вся история всего, когда мы делаем то, что Бог хочет, когда мы делаем то, что Он хочет, тогда нам легко идти за Иисусом. Когда Иисус рядом, ловится рыба, все украсно, все прекрасно. А когда его нету, то, конечно, тьма, сети тягаешь, и нету ничего. Поэтому самое главное, чтобы мы получили силу. Еще апостол Петр, когда получил силу, то после того, мы знаем, что 3000 людей покаялось, дальше пошло, 5000 там дальше, дальше шло. Ведь в Иисуса Христа очень все есть. И потому хорошо было бы, чтобы мы знали, что это правильно, это благословенно, когда мы черпаем от Господа силу, потому что наша сила, она ограничена. Еще насчет зрелости. Хотелось бы мне прочитать 1 Коринфянам и с тобой порассуждать. Смотри, апостол Петр говорит, «Ибо когда один говорит Я Павлов, а другой Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павл, кто Аполлос? А не только служители, через которых вы уверены, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему насаждающий, поливающий, если ничто, а все Бог возвращающий». Вот вся проблема в том, что люди, когда начинают трудиться, у них и недостаточно духовного роста, они начинают тягать вот эти все вещи. Вот я сделал то, ты сделал то. Мы миссию открыли, мы церковь открыли, у нас динаминация, у нас то, у нас другое. Ведь все это делает Господь. И все, что сделал Господь в этой миссии, это Ему единому слава. Мы просто никто, ничто, мы просто рабы, как ты сказал, ничего не значащие, потому что должны что-то сделать. И потому нам нужен духовный рост, чтобы мы начали вмещать всех людей, и украинцев, русских, и мексиканцев, всех-всех-всех людей. Мы должны правильно их вместить в свое сердце. Мы должны всех братьев вместить возле нас. Мы должны всех в церкви вместить, все миссии. И мы должны следовать за нашим Господом и не говорить, я такой, я такой. Поэтому зрелость, она должна быть. Я считаю, что если мы еще начинаем говорить, я тот, я тот, значит, мы еще не достигли той истины. Потому что нас Бог очень сильно ломал. Когда мы были в Африке, мы же, знаешь, все-таки славяне, есть другая нация, другая культура. Когда я увидел человек, вылез на дерево и трусил дерево, я говорю, что ты делаешь там? Он говорит, я вот хочу вот так вот Господу, чтобы он меня там Духом Святым крестил. Ну как это вместить? Для нас это глупо, да? Но для них это нормально, понимаешь? И как вот вместить тех людей? Понимаешь, что они там неправильно что-то делать и другое. Вот, потому нас Бог там ломал и закалял. И мы, насколько сейчас соединены в этом служении, мы их вмещаем, мы понимаем это. Потому Господь здесь говорится, чтобы мы были зрелыми христианами и могли проповедовать Иоанне только зрелых христиан. Потому что мы потом обидимся, рассердимся, приедем домой. Много есть таких людей, которые начинали служение. Вот, что-то не понравилось, приехали, обиделись и пошли дальше. Значит, вы имеете в виду, чтобы так, всеми вместе, типа, как идти к одной цели, без никаких таких политиков, без ничего вот этого. И, ну, вы, как сказали тоже, насчет Петра, насчет принять силу, что иногда, когда мы сперва должны принять эту силу, и тогда уже все легко. Но я представляю, что тоже своими усердиями надо тоже в какой-то степени влаживать, если, типа, ездить на такой миссионерский труд. Очень, очень правильно ты говоришь, да. Нужно, значит, усилия потреблять, усилия потребляющиеся восхищают. Это есть сила воли и тому подобное. Понимаешь? Но есть Божьи откровения, есть Божьи силы. Я тебе сейчас приведу пример. Просто, если тебя друг попросил, или какой-то далекий человек это сделал, но если тебя попросил Господь, и ты знаешь, что ты слышал голос Божий, ты пойдешь не только на миссию, ты пойдешь на смерть, потому что ты знаешь, кто он, и кто тебя зовет. Понимаешь? И потому есть различные призвания, различные помазания, вот, и тому подобное. Люди едут по различным мотивам. Если хорошие мотивы, правильные, и в тебя лишь только, когда мы начали, значит, нашу миссию открывать, у нас была только цель одна, спасти грешников. Мы там планировали, как мы будем наркоманов искать, как мы будем их это. Но они потом сами нас искали. Но желание было, вот и цели были правильные, и Господь нас обильно благословил в этом. Поэтому, если у нас цели правильные, и Божье откровение, и Божий Дух нас двигает, мы, конечно, очень много сделаем для Господа труда. Значит, главная цель, это просто достичь вот этих людей, да? Да, достичь людей. И значит, вы, значит, открыты ко всем тоже, чтобы, ну, если сотрудничаете, или все, если одна цель, тогда уже, тогда уже место, я понимаю. Конечно, я хочу обратиться к всем, кто видит нас. мы приглашаем вас, миссию Бог усмотрит, сотрудничает, если вы пастырь церкви, и ваша церковь, может, не имеет какого-то труда, или вы нуждаетесь в чем-то, что мы можем помочь, вот, тем, что мы имеем миссионеров, людей, которые уже едут на миссию, потому что очень много людей хотят ехать на миссию, но они на короткий срок, они едут туда, и там никого нету, но у нас есть уже базы, в 20 местах эти базы, мы встречаем наших братьев, миссионеров, если кто хочет на 2 недели поехать, на месяц, на 3, на полгода, на год, пожалуйста, мы можем организовать, вот, это независимо от динаминации, независимо от церквей, даже мы, некоторые церкви, мы даже строим, пусть это будет даже от вашей церкви, если вы возьмете, будете спонсировать, и это пусть будет от вашей церкви, мы не преследуем цели, как бы, что миссия там, вот, только наше имя, вот, этого никаких проблем нет, наша цель, чтобы проповедовалась Евангелие, потому мы приглашаем вас в миссионерскую школу, если у вас есть проблемы, какие-то с сыновьями, с дочерьми, есть реабилитационные центры у нас, правда, они все полные, есть очереди, она открывается, но все равно мы стараемся помогать, вот, и таким образом, пусть Бог вас любит. Хорошо, спасибо, Бару Петр, и мы вот так чуть-чуть разговаривали, вы вначале тоже напоминали, вот этих развитиев, о вот этих целях, целях, как вы все начали, как все меняли, и, дорогие друзья, мы тоже каждую, о последних субботах месяцев, как я говорил, мы выходили сюда, свидетельствовали, о вот этих разных проектов, о разных странах, как Господь, Он ведет, как Господь благословляет, и, Абра Петр, я хочу обратиться к вам сейчас, когда, как вы говорили, вы вначале тоже напомнили, что Индия, это был ваш, как бы, первый проект, первая страна, когда вы поехали, можете как-то, может, объяснить, как это все работало, поехать, может, в какую-то там страну, где ничего не знаю, как Господь туда вообще призвал вас, и как там началось служение? Это Индия для меня, это как первая, можно сказать, знаешь, весна моего служения, первое служение, которое Господь послал, это Индия, и почему нам, для меня дорого, мне некоторые говорят, вот, если бы тебе выбор, куда бы ты поехал, я думаю, в Индию, почему-то, знаешь, когда вот, Господь Духом Святым часто крестит, мы понимаем, это первая любовь, знаешь, и вот, когда первоначально, вот, Господь послал нас туда, и, оно очень сильно запахло, заполнилось, тем более, заполнилось тем, что я попал еще в больницу, и имел малярию, может, мы попозже, я расскажу, как это произошло, но, первое, что Бог послал нас туда, Господь нам проговорил ночью, что вы, вы подзвонили человеку, и он нуждается в помощи, и мы выехали туда, и 17 братьев, сестер, и в Индию. Индия, это очень большая страна, там живут миллиард, 300 миллионов людей, 33 миллиона идолов, очень тяжелая, очень страна бедная, очень ужасно в том, что духовное состояние должно быть очень высоко и славно, потому что, когда мы приезжаем туда, мы видим все это идолопоклонство, самая страна, которой много идолопоклонств, в мире, это Индия. Я нигде не видел так, чтобы поклонялась, как там, там много всяких богов, всяких людей, всяких священников, и все кодят, и когда мы в Калькутту, спускаясь вниз, весь дым, вся Калькутта, думаю, 22 миллиона жителей живут в одном городе, Калькутта, и там все кодят, все буквально, нету ни одного человека, чтобы они кодят, все кодят, и почему дым стоит, и ужасная атмосфера. Люди, когда прилетают туда, они сильно наполнены Духом Божьим, но когда они поселяются, несколько дней придет, сразу эта атмосфера тебя просто упустошает. И потому, конечно, Индия, это была для нас очень удивительная страна, тем, что она очень посвященные люди, которые демоническим силам. И Господь нас туда направил, Господь сказал, и мы приехали туда, и мы встретились с одним племемем, это называется племемя Горо, они, значит, очень бедные, как у нас чупчи, смеются с них всегда, вот с них такие, самые бедные, такое племя. И пастыр у тому церкви, вот, Господь сказал, что если ты будешь верным мне, если ты будешь следовать за мной, то Исаия 60 глава 10 стих, говорит, на всем месте приедут инопленники, приедут люди из другой страны и будут устроять стены. Там так написано, что приедут инопленники и будут устроять стены. И он был не раз избиваем камнями, он проповедовал Евангелем, много церквей открыл. И когда мы приехали туда, Господь проговорил, говорит, вот этот человек, у которого вы будете с ним работать. И таким образом, вот, мы с ним познакомились, и там мы купили, значит, землю. Земля была очень такая, лес рос столько, ничего не было. И таким образом, мы попали туда, в Индию. И какие, например, а сейчас, вы говорите, самый первый проект уже на протяжении 10 лет, как там сейчас, какие, может, трудности были в начале, какие-либо препятствия, и такие, какие сейчас служения там несутся, на данный момент? Там служение сейчас, построенный детский дом, 39 детей живет, детей учат, постоянно, миссионеры приезжают, от них уезжают, это место, всегда оно там, и имеем там шестерку, вот, имеем служение евангелизации, и тому подобное, но оно было очень трудно нам досталось, очень много братьев болели малярией, и в том числе, я, когда возвращался назад с Индией, это у меня были планы на руках, чтобы построить этот объект, и я получил вкус малярина кармара, и я не знал это, приехал домой, потерял сознание, это 7 лет назад, и таким образом, я попал в больницу, 42 дня пролежал без сознания, врачи спасали, и сказали моей жене, что жизнь подойдет к концу, но Господь в тот момент, когда мы имели такие трудности, и вся семья, миссия переживала эти трудности, Бог сказал, что он не умрет, он будет жить, проповедовать Евангелие, и когда врач делал мне операцию, он задел легку, сердце, перестал работать на 6 минут, я услышал голос, Божий голос, который говорил, что я помилованный и оправданный. Слава Иисусу! Слава Богу! Это чудесное свидетельство моей жизни произошло, я никогда ее не забуду, что Бог Сам скажет нам, когда мы придем, что не только помилованный, но ты еще оправданный, то есть доказано, что ты дитё Божье. Но в этот момент Господь закрыл врата неба, я возвратился назад и получил я истиление, полное здоровление. Сейчас уже прошло 7 лет, я совершенно здоровый человек, я езжу проповедовать Богу, я делаю Божье дело, я очень рад, что Бог провел меня таким путем, потому что тот момент, когда я там лежал, там были, многие люди смотрели, и они увидели, как Господь поднял меня. И одна женщина, которая была врачом, она сегодня член церкви нашей, она сказала, я поняла, что есть живой Бог, который воскрешает из мертвых. Поэтому это чудеснейшее свидетельство, и я не могу так много говорить, потому что время ограничено, очень много, как врачи спасали, как это всё происходило, но я знаю, что Бог, то, что Он сказал, Он исполнил. И я теперь ещё больше, с большой силой, с большой крепостью, с большим желанием, вот, служу Ему, и до самого конца буду служить, и потому что Он меня воскресил из мертвых, и я благодарю Господа моего. Это, я думаю, был такой небольшой момент испытания, думаю, всей миссии, да, если, как вы открыли, через вас Бог открыл миссию, как всё пошло, и чтобы такое случилось, я думаю, это не очень легко было, и даже со стороны людям, как смотреть, что происходит. Да, это очень тяжело было, и жене моей, мы любим друг друга, уже 30 лет прожили вместе, вот, имею два сына, две дочери, и было прекрасно жить, но, вот, пришло время испытания. Потому я так понимаю, что когда Бог избирает нас служение, и даёт какие-то проекты, и двигает, Он всегда испытывает нас, и вводит такие положения, чтобы мы, как бы осознали, и мы дальше шли, и дальше шли за ним. И вот, и такие периоды, если взять, вот, сколько Господь вёл, и как Он вёл нас, нам было просто прекрасно, вот, когда Он нас испытывает. и потом в Индии, вот, сегодня служение, просто радость, оно очень хорошо идёт, и очень благословенно, там, сейчас, просто, аллилуйя, уже эти маленькие дети, которые, я помню, когда мы их брали на улице, то, они сейчас уже проповедники, они сейчас свидетельствуют, Иисусе Христе, говорят, какая твоя цель? Моя цель? Пойти к себе домой, в мою деревню, и там открыть такой же, вот, детский дом, и служить Господу. Я хочу быть евангелистом, я хочу быть служителем, я хочу нести весь Евангелие. Кстати, в Индии очень способны люди, самое первое место занимают врачи, очень способные люди, много языков знают, они, около 10 языков, может, свободно выучить, они даже русский выучили, украинский там, и даже нас упрекали, говорят, вы там украинцев своих, это как бы национальность сделали, и они там поют песни, они просто очень легко учат языки, и на украинском поют, на русском, на английском поют, и славя Господа, и там сейчас очень сильно миссия развивается. То есть уже видно плоды вот этого всего влажного труда, да? Да, очень видно плоды, и очень видно то, что Бог это сам сделал, вот, это не мы сделали, и вот так. Да, как вы сказали про испытания, мне вспомнилось такой, а небольшой, брат показал, как бы пословица, что испытания, это проверка, насколько мы верим тому, что мы говорим, так что слава Богу, когда приходим даже испытания, и остаемся верны даже Богу. И еще один такой вопрос мне задается, это в начале Индии, это был первый проект, я знаю, что сейчас уже, может, миссионеров больше, ну, а где вы, может, миссионеры, ну, откуда шли миссионеры, где брались эти миссионеры, и сейчас даже берутся, чтобы для того нести вот это служение в таких странах. Это очень хороший вопрос. Значит, когда мы только центр реабилитации имели, и у нас очень мало было людей, и Господь открывает эти страны, мы думаем, как мы поедем, и кто туда будет ехать? И когда мы были на Украине, Господь подвел человека, это был пророк, говорит, когда ты возвратишься домой, в Портланд, в Америку, вы откроете миссионерскую школу, и вы будете учить миссионеров, и в вашу школу приедут и годные, и негодные. И так оно есть. И будете вы поднимать их и не посылайте необученными. И потому мы вот в 2012 году открыли миссионерскую школу. И прошло уже шесть семестров, мы выпустили уже 500 миссионеров. На данный момент в Портланд находится 70 учеников. Пожалуйста, мы приглашаем, кто еще не знает, выйдите на наш веб-сайт www.gwprovide.org или подзвоните по телефону 761-6161-6161, там есть вся информация, и вы поймете, что действительно это Божье дело. Во-первых, когда мы открыли школу, появился импульс, во-первых, в церкви, в миссии, и миссионеры начали толпами ездить на миссию, и получалось менять, как вахтовый порядок, и начали меняться, и таким образом мы начали больше расти. И миссионерская школа, она находится в Портландии сейчас, иногда на Украине, мы будем тоже имеем планы открывать много школ, и эта школа, она очень, можно сказать, прекрасная, хорошие ученики и учителя, учителя у нас приезжают с миссионерских полей, не то, что книги почитали и сказали, вот мы вам передадим то, что мы прочитали, они приезжают вот там, и как они змеи убывали, как они всякие трудности испытывали, и они практическую, вот дух этот практически передают. И таким образом у нас занятия есть там, в час молитва идет, до обеда занимается, потом у них служение, после служения еще до трех-четырех часов они занимаются, потом домашние задания, и таким образом четыре месяца идет занятие миссионерской школы, и после этого мы отсылаем миссионеров на разные точки. И как они долго в этих точках примерно проводят времени? Во-первых, когда мы избираем их, они сами желания свои говорят, но мы определяем по их интеллекту, по их духовному состоянию, куда их можно отослать. Есть такие, знаешь, интеллигентные, вот, Андрей, как ты, их куда посылать? Их в Австрию посылаете, понимаешь? Вот они такие более, вот, есть люди, которые такие более как простые, более из деревни, знаешь, люди такие, как более из деревни, их в Африку, в Индию, и таким образом мы смотрим, вот, куда послать? И мы посылаем их, они там проповедуют, и как долго они, они есть на три месяца едут, на полгода, а некоторые говорят, я не хочу домой ехать, это просто для нас чудеса, говорит, я приеду, попрощаюсь с Родиной, я не хочу, мне Господь призывает служить Ему, я почувствовал, что я миссионер, и потому мы очень рады, что получается так, конечно, понимают, родители говорят, вы бруете наших детей, вы там, куда вы это слали, он назад не хочет идти, хотя я понимаю, что это Бог призвал, и мы никогда не препятствуем человеку, когда Бог призывает, даже если есть человек, побудет в миссионерской школе, и в каком-то проекте, говорит, меня Бог призывает на миссию, мы говорим, пусть будет воля Божия, езжай, то есть мы не препятствуем это, потому что мы понимаем, что если Бог призывает человека, мы не должны этому мешать, ни родители, ни братья, ни сестры, никто не не должны помешать, Бог должен идти впереди. Хорошо, спасибо, Петр, вы тоже поделились первым проектом Индии, как Господь послал, как Господь открыл, и сейчас, как есть 20 стран, мне тоже задается вопрос, как именно вы получаете эти откровения от Бога, или как именно вы знаете, в какие страны ехать, потому что сейчас в какую страну, вот, а ездите, вот эти, открываются церкви, открываются детские дома, идет вот это развитие, и как вы знаете, что именно туда надо ехать, просто как, выбирайте место, или... Этот вопрос, он очень, мне всегда его задают, почему-то, я не знаю, он больной очень какой-то вопрос, постоянно, почему и как, мы получаем от Господа, мы молимся, и Господь открывает, именно тогда открывает, когда нету финансов, когда очень много проблем, понимаешь, не тогда, когда все процветает, именно тогда, когда нету ничего, иногда просто, знаешь, в миссии различные есть, моменты, есть финансы, есть приходят, а есть трудно, и вот именно когда трудно, я знаю, действие Божие, Бог приходит, говорит, записывай, и мы записываем, это бывает ночью, это бывает днем, это по-разному бывает, но Бог очень интересно делает, что происходит, когда мы только поедем туда, Бог с разных сторон дает нам поддержку, присылает миссионеров, кто-то видел сон, кто-то видел эту местность, кто-то хочет пожертвовать туда, и так, там, где уже миссия работает, ни одна страна не стоит, и ни одно дело не стоит, я просто удивлен вообще-то, как оно работает, иногда даже приезжают нам гости, мы начинаем показывать, вот смотри, у Портлани, шесть домов оккупированного миссионера, то есть там три центра реабилитации, миссионерская школа, церковь, дома для миссионеров, ну, очень много, да, там снимается это, говорить, кто это спонсирует, я вообще ничего не могу понять, я сам лично не могу понять, потому что это дело Божие, когда где Бог делает, я так понял, там, где человеку невозможно, там Бог работает, а там, где мы можем, он, что ему делать, мы сами справляемся, правильно, мы поехали, у нас план, мы составили, у нас бюджет и тому подобное, а именно тогда, когда у нас нет, вот к примеру расскажу, миссионерская школа, надо было купить миссионерскую школу, и эта миссионерская школа очень дорогая, у нас финансов нет, нет финансов, и Виталик, директор школы, я говорю, Виталик, давай возьмемся за руку, и скажем, Иисус, если это твое дело, так ты сам сделай, а мы здесь ничто, мы взялись за руку, помолились, понимаешь, и пришло два, в этот день оффера, один человек давал, значит, полностью цену, а у нас надо было собирать, этот человек, этот оффер отрынул, и нам давали, и у нас финансов не было, и буквально через короткий срок, вот, нашлось большой даунпеймент, и два человека приехало, и говорит, слушайте, мы уплачиваем даунпейментом, большая сумма, и пусть это будет для миссионерской школы здания, и говорит, сам Виталик, я просто удивлен был, как это могло совершиться, не было даунпеймента, не было, одно только, была вера, Иисуса Христа, что это нужно, потому каждый проект, то ли это Господь посылает на страну, то ли это в Портлоне, то ли где, всегда Господь нас ведет чудесами и знамениями, мы постоянно с нулем живем, я так понял, что, наверное, мы и умрем, или в вечность перейдем с нулем, нету финансов, Бог дает, нету дает, и во всех отношениях, то ли нужны миссионеры, то ли нужно там крыша крыть, то ли еще что-то делать, все Бог устраивает и благословляет. Спасибо, брат Петя. И, дорогие друзья, пока мы сейчас заговорим на вот эту тему учить затонули миссионерской школы, мы тоже хочем, я хочу использовать вот эти возможности тоже, пригласить, если у кого-то загорится желание или интерес, тоже посетить миссионерскую школу или тоже провести там 4 месяца, вы можете зайти на веб-сайт миссионерской школы, у них есть тоже свой веб-сайт, это будет www.gwpms.org Еще раз повторю, www.gwpms.org И также там есть три разных программы, есть программа для тех, кто с 18 лет и старше, у кого есть желание внести вот это миссионерское служение, провести вот это 4 месяца в обучении Слова Божьей вот этой практики христианской жизни, а потом поехать на миссию, есть такая возможность. А также есть, открыли программу для тех людей, которые, может, не имеют возможности на 4 месяца отлучиться или больше, или рабочие, или семейные люди, есть такая программа тоже миссионерской школы, называется «Твердое основание», где проводится одну неделю, рабочую неделю, можно взять с работы и тоже провести, чтобы искать вот этого личного общения с Богом. А также третье, а сейчас направление миссионерской школы, это тоже «Юность для Христа» называется, это для подростков, это для людей до 17 лет, с 15 до 17, те, кто еще учатся в школе, это 2 месяца программа, летняя программа, как раз есть возможность, когда нет учебы, то можно тоже провести вот это время, изучая Слово Божие и искать, ища вот это личное общение с Богом. Так что, если вас Господь побуждает, или изыграется желание, или просто узнать более информации, можете зайти на веб-сайт www.gwpms.org www.gwpms.org И про Петр, я хочу обратно тоже к тебе обратиться, как вы остановились на такой мысли, что Господь, Он ведет вас такими путями, что всегда, когда нет финансов, нет денег, или вот такими чудесами. А по вашему мнению, почему вы думаете именно так, Господь ведет? Потому что, видно, разные миссии есть, такие, что и финансы есть. И я знаю, общался с братом с Гондураса, там еще одна школа есть миссия, где у них спонсируется, может, Microsoft-компания, где новые компьютеры, можно сказать, что все есть, или в разных странах есть много миссий, которые и финансы есть, и деньги есть, и спонсорайсы, и все есть, и как бы не сильно все как бы движется. А вот это, как мы видим, вот эти всякие свидетельства, все эти, может, чудеса, и таким образом именно Бог ведет. Как вы можете или объяснить это, или почему вы думаете, что именно так? Это тоже интересно жить так. постоянно у тебя новости и интересные новости. Вот представь, как это просто даже скучно жить. Вот представь, собрали финансы, посоветовались с братьями, поехали, но мы знаем, что есть финансы, я знаю, что здание будет, а если нету ничего, вот построй. Вот представь, вот допустим, взять, вот в Индии, да, мы говорим за Индию, они будут за другие страны, говорю, там много других, если вот мы сейчас улетаем в Кению и будет открытие детского дома, так посчитали, 400 тысяч, там, значит, было заплачено. Откуда? Никто не собирал, это просто Бог делает. Ну, мы говорим о Индии. Значит, очень много вложено было материала, людей. Люди приехали с Украины, люди приехали из Америки, из других стран, даже с Европы там работали. Пять человек заболело малярией, их это не остановило. Братья, которые были в постах молить по 8 дней, они под жарой делали этот детский дом, знали, что это Бог открыл, вот именно то, что Бог открывает, как-то, не знаю, и вдохновляет людей. И вот в строе, вот, когда нету, надо, допустим, полмиллиона долларов, и ты знаешь, что в тебя их нету, а ты начинаешь молиться к Господе, ты сказал твое дело, и оно начинает устраиваться. И вот интересно, уже прошло 10 лет, это же не иллюзии какие-нибудь выдуманные. Понимаешь, вот, допустим, сейчас наговорить, вот сказать, там будет, что, ну, подожди, давай разберемся, будет или нет, а вот уже есть, и мы часто предлагаем, говорить, братья, поедите, посмотрите, что Бог делает. Аллилуйя. И потому, когда мы приехали туда, там не было ничего, мы начали молиться, Господи, ты сказал, будет. Вот таким образом нам интересно жить, когда, вот, нету, с чего взять, ну, Бог делает чудеса. И так он тоже, я понимаю, что вера тоже подкрепляется, конечно. Если, когда ничего нет, и Бог дает, тогда, может, идет проверка, и люди уже не на финансы, не на себя полагают надежду, а именно на Бога. Конечно. Да, и также, вот эти, мы говорили вот про Индию, про вот эти разные страны, и вот эти, дальше другого, например, ваши поездки, которые вы ездите, вот эти первые поездки, именно как они состоятся, потому что, я думаю, скажем, в одной стороне пришли, там кто-то встретил, что-то получилось, в другой, а уже видно, что 20 стран, или если уже не больше, то как вот эти первые поездки работают, откуда вот эти, может, люди берутся, или как это все развивается? Очень хорошо, мы едем, никого не знаем, и часто, значит, бывает, какие-то знакомые, бывает, есть, но в основном мы едем, когда не знаем никого, и именно уже с аэропорта начинаются чудеса, люди встречают, по-разному все, человек подходит, говорит, слушайте, я вижу, вы миссионеры, давайте я вам помогу, начинаем ехать, Бог начинает нас благословлять, появляются люди, появляются мужчины, женщины, мэры, и в различных странах все по-разному, допустим, в Иде очень тяжело, в других странах очень легко, мы допустим, Южная Америка, то мы заходим к мэрам, они очень расположены, чтобы помогать, и задействовать, в том, чтобы способствовать миссии, некоторых трудностей, вот, там, где людей убивает, мы очень аккуратно, осторожно, по-разному, все разное, что страна, то все разное, что люди, все разные, и что откровение Божие, все разное, потому что Бог никогда не открывал одинаково, когда я слаживаю вот этот все, и путь, который Господь вел 10 лет, то нету ни одного такого, чтобы оно было что-то похожее, все, все разное, потому у Бога, вот, у Него всегда приготовленный стол, у Него всегда приготовлена пища, и каждый день, новое, новое, и поэтому интересно жить, интересно служить, интересно делать Божью работу. Слава Богу. Слава Богу. И, конечно, мы уже поняли, что, вот, имея это общение, вот эти все, слыша свидетельства, уже понятно, что именно Господь, Он действительно ведет, что именно Господь, Он призывает, что именно Господь, Он все развивает, и я думаю, ему много больше уже информации, говорить, можно много свидетельств, говорить о много разных странах, не просто Индии, но у нас уже время пришло к концу, конечно, мы будем уже загружаться, мы уже в следующий раз, можете нас слушать, тоже смотреть, это будет через месяц, последние субботы месяца, мы всегда выходим в эфир, можете слышать тоже более свидетельств, о разных, может, проектов других стран, которые мы еще не свидетельствовали, как Господь именно ту страну открыл, какие, может, трудности там были, какие благословения, какие, может, переживания, и тоже, как бы, назидаться, может, это будет, как бы, пободрение веры, что Господь, Он даже в нынешний день действует, и что есть чудеса. Я надеюсь, дорогие друзья, что эта передача не была, просто какая-то информация, как бы, вдохновление и благословление для каждого слушающего. Божьих вам благословений. До встречи через месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова